Всем привет, дорогие друзья! С вами Снова Айс, и мы продолжаем прохождение Нино Куни, Гнев Белой Королевы. Прошли мы одно из испытаний в храме, это уже хорошо, это уже отлично, но осталось еще два. Надеюсь, они будут не такими сложными, как испытания на интеллект, потому что мы иногда слишком медлительны. Ё-моё, испытание дружбы. Офигеть! Ну это измывательство на самом деле. Кстати, нифига, нам не нужно в ногу прям шагать. Хотя, может, и нужен. Я правым стиком практически никогда не играю, в принципе. Уж понимаете, какая это жопа для меня сейчас? А где-то, наверное, на работу правого-левого полушария Мозова, да, как-то там? Психологические тесты, мать их заново. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это не испытание дружбы, это, блин, испытание сумасшествием каким-то Для тех, кто не играет, ну, блин, на геймпадах это вообще жёлко, как это вообще проходить? Я вообще эту тянку вижу, блин, первый раз Да ладно, прошли, что ли? Ну да, это было всё-таки не испытание ума, поэтому прошли достаточно быстро её Хотя это было сложно Может быть, не так... Как вы думаете, но это было сложно Получаем свидетельство дружбы, как доказательство того, что мы прошли Всегда встречайте трудности плечом к плечу И верите друг в друга во что бы то ни стало И вас никто не сможет одолеть Обязательно, спасибо вам большое Ну что ж, два испытания из трёх готовы? Вы прошли первые два испытания, неплохо Теперь мы знаем, что ваша дружба крепка, а головы не совсем пустые А ещё мы знаем, что моя моральная поддержка позволяет творить чудеса Славненькая Эй, тут вообще ни при чём А теперь, Оливер, пора Последнее испытание В чём оно заключается, мистер Соломон? Ха, об этом знают все Это же испытание с силой, дурень В нём будут проверяться ваши боевые навыки Ты ведь уже догадался, кто вам будет предстоит... Фух, что вам будет предстоять? Чё я, блин, читаю? Простите, что вам предстоит, да? Нам придётся с кем-то драться, да? Ха, ты умён не по годам Но не просто с кем-то Вам знатно настучат по головам Но поскольку я не хочу, чтобы он всё тут разрушил Для вашего боя я подготовил особое место А сейчас вам больше всего нужен отдых Ведь такие маленькие и хиленькие Я подожду здесь, пока вы отдохнёте Да, Ваша честь А давай мы этого мудреца просто возьмём Долбанём нафиг и всё Покажем ему, короче, где раки зимуют Ну, чтобы не сильно выделывалось Умненький такой Да, я готов Я не слабак Мистер Соломон Так, где будет проходить последнее испытание? Да в моём собственном секретном месте Смотрите и учитесь Дверь из пола вырастает И вход секретный открывает Абракадавербра Абракадавербра Вот это поворот Потрясающе! Он создал дверь на пустом месте Вы должны пройти через неё Чтобы попасть туда, где будут проходиться И проводиться испытания силы В небольшое место, называемое Солизем Ну, славненький, ты готов К последнему испытанию, Оля? Мы должны пройти его обязательно Я готов Пошли, ребята Девчонки Тянки, куны Вперёд Я думаю, что это самое простое испытание Хотя, может, так статься, что будет самым сложным Это последнее испытание Да, выглядит серьезно некуда О, нифига себе Оли, смотри Охренеть Охренеть Башура Соследний соперник в ранее испытаний Ну, ладно Я думаю, мы с вами справимся Наверное Получай, собака Ах ты Переключите Ну, я понял Насчет того, что надо удары с перья наносить Как бы очевидно Эстер что-то не хилится, блин Или хили цину плохо А заклинание в спину все равно пройдет интересно Или нет Любопытно прошло Непонятно прошло Оно спину или не прошло Блин, нифига он зверь какой Ну, враг действительно жесток Ну, че не скажешь Боже жесток Коварим Как ни коглян Ну, наш рубак Отложен его зарубачить Вот так кажется Ах, опять разрука остывает собака Причем очень больно То он бьет ей Получай импульс Бан И еще разок Сколько у него жизни Я малом этого гада Купец сколько жизни Реально Неубиваемый Эстер, живи твою мать Как-нибудь Давай, братан Добивай Урубак Она Хорош Хорош Рубака Хорош Не зря я тебя Не зря я тебя прокачивал Братишка Не зря Хорош Рубака Молодец Не, ну правда Молодец 435 опыта Уровень Эстер Уровень Макака Уровень Птица Уровень Эльфика Дух Что мы молодцы 15-й уровень Го-го 14-й эфика 13-й эстер Макака 16-й 14-й эстер Вы прошли И в связи с этим У меня есть для вас Подарок Вот Получили страницу С описанием заклинания Мост Вух-вух Новые заклинания Большое вам спасибо Мистер Соломон Славно Кажется они Еще и довольно полезные Еще бы Болван Я бы не стал Давать им Сякий мусор Ладно Настало время Для главного события Я специализируюсь На фамильярах Я обучу вас Искусству Приучения существ Приучения существ О Звучит интересно Ха Действительно Мне на нервы Ну по крайней мере Полный энтузиазма Хорошо Сначала давайте Поговорим о серенадах А что такое Серенады? Я же как раз Рассказываю Болван Во-первых Это то что вы Не можете исполнить Без специального Инструмента Инструмента Это значит Ага Позволь мне Оливер Давайте-ка Я передам его вам Прежде чем мы Продолжим Ом бопа Хозяин Хозяин Вот возьми Эта Лера называется Прокаятельница сердец Она прекрасна Прекрасна Мы получили предмет Элира Покаятельница сердец Она не просто Прекрасна Она еще и полезна Сыграв на ней Можно приучить Зверя Сделать его Своим фамильяром Думаю Быстрее будет Показать Чем объяснить Ведь Вы не очень Сообразительны Я из 3 существа Которых вы можете приучить Выберите то Которое вам больше нравится Да, ваша честь Вы можете приучить Животных во время битвы И попрактикуйтесь на них Да не бойтесь вы так Это мои питомцы Они нападут на вас А не трости Ну как их приучать Но время от времени Когда вы победите Очередного существа Оно будет настолько Впечатленное тем Что влюбится вас Если это произойдет Над его головой Появятся противные Сердечки Как эти Это так мило Тьфу В общем Когда увидите Сердечки Самое время Сыграть в серенаду И сумеете Не напортачить С этим существо Будет приучено И присоединиться К вам в качестве Нового фамильяра Звучит довольно просто Не важно Кто именно Победит существо Оно все равно Будет липнуть Властиться И всячески Выражать Свою привязанность Но приучить Его сможешь Только к тестер Значит Если мы хотим Чтобы существо Присоединилось К нам Мастер должна Сыграть серенаду Я же только что Это сказал Перестань задавать Тупые вопросы И попробуй Да, ваша честь Но кого нам выбрать Почему вообще Должны убирать Неужели Этот самый старый Скорппереди А не может Просто отдать их нам Че задумались Глаза разбежались Ладно Как закончите Нейки Конючить Скажите Кого из них Вам подарить А, как я могу И упи Это милое создание Называется Наяда Запомни Оно не очень сильное В обычном бою Зато знает Волшебные приемы А еще Отменный лекарь Так что стоит Держать его Поблизости Пугать может Фир Понятно Хорошая защита Магическая атака А еще он может Усыплять врагов Вот такие универсалы Я полагаю Хилка Там Ну То есть Физически Какие-то атаки Блин Да я даже не знаю Кого убирать Ну я наверное Хилку возьму Чистую Ты уже определил За кого Хочешь взять Своим Да Готов Почему-то не попробовать Приучить существо Как ты это делаешь Боем Ну давай В бой Так в бой Использовать Лиру Своим Своим Свою Своим 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Круто, да, Эстер? Кстати, помимо тех фамиляров, что вы используете в бою, у вас может быть еще три. Славно. Но что произойдет, если мы в полу сражении приучим больше фамиляров, чем можно? Там придется кое с кем пообщаться. Посмотри-ка сюда. Какой смешной малыш, он тоже фамильяр? Не глупее, нет, конечно. И это представитель приюта фамильяров. Он заберет у тебя фамильяров, которые тебе на момент не нужны, и отправит их в приют. О, полезная штука. Кажется, забот у тебя и прибавится, Эстер. Я жду не дождуешь, мне не терпится узнать, какие еще существа. Можете на меня приучить? Входы в приют для фамильяров будут вам встречаться в каждом городе и даже в некоторых опасных местах. Кажется, я такие уже видел. Погодите, смотрите, ваш фамильяр готов к метаморфозе. Чего? Ой, да что же делать? Неужто мне это нужно вам объяснять? Вы что, вообще ничего не знаете? Ладно, сейчас вам все объясню. На сначала дайте мне передохнуть. А то от всех этих объяснений у меня уже челюсти болят. Так, ну давайте слушайте внимательно. Повторять я не буду. А если присмотреться, то можно заметить, что ваш фамильяр хочет преобразиться. Для этого понадобится вот это. Держи. Солнечный леденец. Это какое-то лакомство? Это не просто какое-то лакомство. Слушайте. Просто накормите им фамильяра, а то мне надоело болтать. Отдайте лакомство этому своему вояке. Вы имеете ввиду покормить его прямо в клетке для существ? Хорошо, сейчас попробую. То есть, любому вояке, как я понимаю. Давай попробуем. Вояка. Грозный вояка. Ага, он теряет, правда, многое, да? Это прикольно на самом деле, это очень классно. Приемы увеличились в бою, плюс, наверное, скиллы в итоге. С сигаром только посмотрите на моего фамильяра. Это и есть мотивоморфоза. Когда фамильяр становится достаточно большим, его можно угостить особым лакомством, чтобы помочь ему преобразиться. А, вот что это такое, все ясно. Когда фамильяр преображается, он становится сильнее, меняет внешность и осваивает новые приемы. Кроме того, он может глотать больше камней, значит, выучит еще больше приемов. Лакомство, которым нужно скормить фамильяру, чтобы он преобразился, определяется его знаком. Сам бы ты об этом ни за что не догадался. И так уж и быть, я поделюсь с тобой еще одним бесценным знанием, хотя ты этого не заслуживаешь. После мотивоморфоза фамильяр возвращается на первый уровень. Однако это не значит, что тебе придется начинать все сначала. После тренировки фамильяр станет гораздо сильнее, чем был до мотивоморфозы. Перебражать фамильяра, фуэля, нет, твое личное дело, некоторые болваны предпочитают пользоваться те, что есть. В общем, делай все как хочешь, мне все равно. Я надеюсь, больше вам ничего объяснять не надо. Уже достаточно того, что я рассказал, правда? Да, мастер Соломон. Отлично, я ненавижу все эти объяснения. В общем, если захотите снова услышать все мои скучные подробности, спрашивайте у этого вашего старого занудая, говорящего камня. Кто-то меня звал? Ой, все так сказал его превосходительство. Я в любой момент повторю все для мешающих подробностей. Скучно. Фу, ты такой же. Короче, теперь, когда вы все знаете, можете выметаться отсюда, приучать кучу фамильяров и помочь им с метаморфозой. Большое вам спасибо, ваша честь. Пока, превосходительство. Так, а дальше-то? Давайте вернемся в Альмамун. Я хочу узнать, как там дела у отца. Конечно, заодно спросим его о других великих мудрецах. До свидания, мастер Соломон. Спасибо за все. Ни слова больше об этом. Я серьезно. Заткнитесь и уже проваливайте отсюда. Так, во-первых, камни. У нас есть камни или их надо добывать? Ну, скорее всего, добывать надо, да? Лакомство-то. Лакомство-то надо, наверное, добывать. Или это не точно? Зачем вопрос? Атаки вообще нет, но магическая атака очень хорошая, прям с самого начала. А наш тип, смотрите, предел роста-то получил в любом случае. То есть даже если его покормить, он ничего не сделает, да? У него же предел роста. Или можно все-таки? Ага! Понял. Когда связь увеличивается, можно увеличить до 20 раз. В итоге можно будет увеличить до полтинника. Ясно все? Прикольно. Прикольно. Очень хорошо. Это очень хорошо. Это прям великолепно, я бы сказал. Так, ну это чистая хилерша, прям чистая хилерша. Хилерша чистейшей воды. Что ж, превращение фамильяров в новых, это очень интересно. Это открывает нам новые возможности. И в обучении, и вообще во всем. Круто, круто, крутая система. Люблю я ее, особенно там в тех же, например, героях, когда этих играешь, там вампиры простые или апгрейдженные вампиры. И как бы понимаешь, да, что простые вампиры, но это вообще ни о чем. Вообще ни о чем. Ну и так далее. Кстати, давайте откроем, наверное, карту и... Где же эти места, чтобы мне набрать... А-а-а-а... Вот куда мне нужно идти. Видите? Скорее всего там, где вулканы, там и растет эта специя, которая нам нужна. Слышишь этот звук, Оля? Это у тебя в животе? Э-э-э... Ой, смотрите, там. Да-да-да, все правильно. походу все правильно вот ведь дело дрянь он это альбрус начала извергаться альбрус это вулкан западу от мальмумуна здоровая га окажется не очень думаю именно из-за него в окрестностях так тепло но он не должен извергаться его жерби специально лежит громадный валу ничего себе думаешь он сместился пролежал спокойненько несколько сотен лет разве что кто-то ему в этом подсобил древних сказаниях нигде не упоминается чтобы он хоть раз смещался такое неслыханное бедствие нашей головы альбруну может грозить опасность нужно отправиться к альбрусу что мы должны вернуть валун на место остановить извержение вулкана ты шутишь парень да там же настоящее пекло это пустыня покажется ледяной пустошью по сравнению с ним да мы же там сгорим но разве не ты привел мне что не для того чтобы я спасал этот мир а нужно идти нужно спасти альмумун он прав мы не можем мы же прошли испытания так значит мы справимся ах вы мелкие умнички лена то каким вы стали один взрослый вот-вот расплачется ладно я с вами давай всех спасем вперед к альбрусу вперед вперед нас ждут великие дела ну да теперь еще и по заданиям туда идти надо давайте попробуем у меня там убегают от меня видите мелкие всякие мелкие всякие фамильяры от меня убегать начинают на когда он первого уровня как бы все ночи прошу сражаться и не самое хорошее наверно я подумал что может мы приучить сможем поэтому я строю рубак сразу смотрите третью рель получил вообще красавицу рубака тут еще красавы вот так где наши там сказок 12 волшебных на какую мы сказку получили вторую или шестую или третью вторую сказку я читал а вот шестую седьмую или восьмую читали мы мое второе я вас ждет необычная история самой обычной девочки когда я была маленькой у меня были самые рыжие на свете волосы мы с мамой тогда жили в крошечной деревне среди холмов магия давалась мне плохо зато я обожала возиться в саду выращивая цветы и лекарственные травы за моим домом был небольшой холм с которого по вечерам открывался чудесный вид на закат каждый вечер я поднималась на него садилась на большой корень старого дерева любовалась заходящим солнцем однажды мама порезалась осколком разбитого мною стакана хотя на старательно промыла рану как учила и меня вскоре царапана воспалилась а утром мамы начался жар я старательно ухаживал за ним и прошло несколько дней а лучше не все не наступало однажды ночью с трудом уснув после долгих рыданий я внезапно обнаружила себя перед странной дверью открыв ее я оказалась на вершине своего любимого холма все выглядело точности как всегда кроме того что на моем корне кто-то сидел и тихо плакал я резко выдохнула и подумала а что если эта девочка которая на нем сидит это я и есть ее рыжие волосы точно такие же как у меня сияли в лучах заходящего солнца словно рубины синяя птица мне было довольно грустно но девочка на корне выглядела еще более безутешный я пожалела ее и спросила с тобой все в порядке почему ты плачешь плачущая девочка подняла голову я снова была поражена у нее оказалось точно такое же лицо как у меня я была неосторожны моя птичка улетела сказала она а ведь я ее так любила так это поэтому ты плачешь знаешь я тоже была неосторожна из-за этого заболела мама немного подумав я спросила а что за птичка синяя ярко-синяя она была такая красивая мама глаза тоже синие вздохнула я но стерпой как она заболела они перестали блестеть еще немного поговорив мы ощутили себя лучшими подругами оказалось что она тоже обожает возиться в саду и смотреть на закат с вершины холма были совершенно неотличимы друг от друга конце концов я сказала вот держи этот цветок я сама вырастила он называется приветник и очень нравится птицам возможно он поможет вернуть твоего питомца точно такие же цветы и развесила у постели матери даже плела и в волосы надеюсь что они помогут ей выздороветь спасибо сказала девочку улыбаясь боже как чудесно он пахнет а я ты не хочешь зайти в гости я кивнул и мы пошли с холма к дому девочки она поставила ему цветок у окна чуть погодя раздался звук чирик 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 и тут в окно влетела синяя птица чичи радостно воскликнула девочка узнав своего питомца птица направилась прямиком цветку она летела немного неуверенно как будто была ранена в крыло но я все равно пришла в восторг от того что мой приветник помог и вернуться домой пробуждение тут я снова осталось оказалось возле странной двери открыв и обнаружила себя лежащий свои постели так это был сон вдохнула я а потом я скинула одеяло и пошла в мамину спальню к моему удивлению мамы там не оказалось а потом я слышала шум на кухне побежала туда мама закричала я с добрым утром бодро ответила она наверное удивилась не найдя меня сегодня утром я почувствовал себя намного лучше а теперь как насчет завтрака я проголодалась и в маминой глазах снова заблестелась синева у каждого человека есть отражение человек из самого мира но с той же душой судьбы отражения тесно связаны надо даже пересекаются так что если вы когда-нибудь найдете странную дверь не удивляйтесь если за ней окажется кто-нибудь очень похожий на вас так мы вроде в сказке мы прочитали все да или не все или не все седьмую сказку мы читали же а это как раз была 7 нет было не 7 сказка мы сказки у нас нет у нас есть 8 зато восьмую сказку про пастушок мы в про пастушка мы вроде тоже читали ну чтож тогда на этом я предлагаю закончить очередную серию нашу спасибо всем кто смотрел с вами была и для новых серий панино куни и не только и всем пока пока